Владимир Викторович Тарасов Владимир Викторович, стихи Есенина входили в школьную программу в ваше время? Откуда такая любовь к поэту? Нет, в школьной программе мы не проходили. В учебниках его не было. И коснулись так вскользь его, когда проходили Маяковского. Нельзя было не затронуть Есенина, поскольку они были конкурирующие друг с другом. У них вечные были так называемые поэтические дуэли. Учительница, которая у нас была по-русскому и литературе моя любимая, она пыталась нам чего-то донести, конечно. Серьезного погружения в поэзию не было. Ну, если обратиться к тому, почему я так увлекся Есениным, это еще из-за того, что он песенный поэт. Может, вы даже кто-то помнит или слыхали, когда Сличенко, у него был цикл песен Есенина. Это было, конечно, очень впечатляюще. И вот из-за этого потом я заразился стихами, песнями сначала, потом стихи. И вот так продолжал читать, познавать уже в более старшем возрасте. Почему Есенин был так любим народом? Во-первых, он был из народа. Крестьянский сын. А тогда больше, ну, 70% как минимум было в стране сельского населения, деревенского. И, естественно, пропагандировали его для народа, читали из народа люди. И тогда же не было такого у людей, что познание таких глубоких, а других там поэтов, там досталась книжка Есенина. Вот читают, досталось это, читают. Даже было не с чем сравнивать там у многих. Но самое главное то, что он был из народа. Есенин решил посвятить всю свою жизнь поэзии. А было ли у вас желание получить творческую профессию? Ну, как можно посвятить себя творческой деятельности? То есть, зарабатывать, как говорится, на кусок хлеба поэтическим содержанием. Читать, писать стихи, там это. Даже многие знаменитости, гениальные поэты подрабатывали чуть ли не дворниками, чуть ли не там кочегарами, чтобы на кусок хлеба. Поэзия-то была что-то такое от души, для души и во имя души. А на кусок хлеба они практически, бывало, зарабатывали тяжелым трудом. А у меня такой цели не стояло, что поэзия и что-то... Я хотел быть рабочим, как ни странно. Теперь это звучит для многих. Завод, тем более отец, 20 лет на одном заводе работал на военном. Вы увлекаетесь живописью, лепкой? Ваши пристрастия от природы или все-таки вам прививали интерес к искусству в семье? Ну, прививать не прививали. Я сам смотрел, как у меня отец. Он же при мне картины писал, копировал, так называемую. В деревне, в родовой, там, я его картины видел. Он с натуры много, у него было картин. Его все хотели пристроить в Академию художеств. Но он как-то все отбрыкался, отбрыкался, так и не поступил. Да, глядя на него, я тоже пытался чего-то там писать, рисовать. Но это забросил я. Потому что, как я понял, что мне все равно так не нарисовать, не написать. А на меньшее я был не согласен. Ну, дочка у меня, она вышивает гладью. Очень хорошее произведение, прям, такие, моих могу назвать. Внук, внучка, даже какие-то конкурсы выигрывала, рисовала. Внук тоже. Тоже какие-то конкурсы в Гатчине, там, где-то. Это он первые места завоевывает. Младшая внучка, но она еще маленькая, ей 11 лет. Она вышивает, там, шьет сумочки, там, всякие, игрушки. Тоже что-то такое творческое. Вы по-прежнему считаете Есенина самым своим любимым поэтом? Читаю иногда. По-прежнему не нравится. Ну, выступать где? Я нигде не выступаю. Читаю для себя, как говорится. Иногда так сравниваешь свои мысли с его мыслями. Но это трудно сравнить. Тогда были совсем другие времена, не то, что теперь. По-прежнему любимый поэт. Я по-прежнему такой же нежный. И мечтаю только лишь о том, чтоб скорее тоски мятежной Вратиться в низенький наш дом. Не жалею, не зову, не плачу. Все пройдет, как с белых яблонь дым. Увидания золотом охвачены, Я не буду больше молодым. Ты теперь не так уж будешь биться Сердце, тронутое холодком. И страна березового сица Не заманит шляться босиком. Дух бродяжей, Ты все реже, реже Расшевеливаешь пламень уст. О, моя утраченная свежесть, Буйство глаз И половодье чувств. Я теперь скупее стал в желаниях. Жизнь моя, Иль ты приснилась мне, Будто я весенней гулкой ранью Проскакал на розовом коне. Все мы, Все мы в этом мире тленны, Тихо льется с кленов листьев медь. Будь же то Вовек благословенно, Что пришло процвесть И умереть. Грубым Дается радость, Нежным дается печаль. Мне ничего не надо, Мне ничего не жаль. Жаль мне себя немного, Жалко бездомных собак. Эта прямая дорога Меня привела в кабак. Что ж вы ругаетесь, дьяволы? Или я не сын страны? Ведь каждый из вас Закладывал за рюмку Свои штаны. Мутно гляжу я на улицу, В сердце тоска и зной, Катится в солнце, Измокнув улицы передо мной. А на улице мальчик сопливый, Воздух поджарен и сух. Мальчик такой счастливый И ковыряет в носу. Ковыряй, ковыряй, мой милый, Суй туда пальчик весь, Только вот с этой силой В душу к себе не лезь. Я уж готов, Я робкий, Глянь на бутылок рать, Я собираю пробки Душу свою затыкать. Да, теперь решено Без возврата. Я покинул родные края, Уж не будут листвою крылатой Надо мною заведеть тополя. Низкий дом без меня Ссут улица, Старый пес мой Давно издох. На московских изогнутых улицах Умереть, значит, судил мне Бог. Я люблю этот город вязевый, Пусть обрюзг он И пусть о дрях. Золотая, дремотная Азия Опочила на куполах. А когда ночью Светит месяц, Когда светит, Черт знает как, Я иду головою, Свесясь с переулком В знакомый кабак. Шум и гам в этом логове Жутком, Но всю ночь Напролет до зари Я читаю стихи Проституткам, Я с бандитами Жарю спирт. Сердце бьется Все чаще и чаще, И уж я говорю, Не в попад, Я такой же, как вы, Пропащий, Мне уже не уйти назад. И скидом без меня Сут улица Старый пес мой Давно издох. На московских Изогнутых улицах Умереть знать Судил мне Бог. Все живое Особой метой Отличается с давних пор. Если не был бы я поэтом, Был, наверное, Мошенник и вор. Худощавый и низкорослый Средь мальчишек Всегда герой. Очень часто С разбитым носом Приходил я к себе домой. И навстречу Испуганной маме Я цедил Сквозь кровавый рот. Ничего, Я споткнулся, А камень Это к завтрашнему Заживет. И теперь вот, Когда простыла Этих дней Кипятковая вязь, Беспокойная, Дерзкая сила На поэмы моей Пролилась. Золотая Словесная Груда И над каждой Строкой Без конца Проливается Прежняя удаль Забияки И сорванца. Как тогда Я отважный И гордый, Только новью Мой брызжет шаг. Если раньше Мне били в морду, То теперь Вся в крови душа. Я уже Говорю Я не Маме, А в чужой И хохочущий Сброд. Ничего, Я споткнулся А камень Это к завтрашнему Заживет. Вы помните, Вы все, Конечно, Помните, Как я стоял Приблизившись Стене, Взволнованно Ходили вы По комнате И что-то резкое В лицо Бросали мне. Вы говорили, Нам пора Расстаться, Что вас Измучила Моя шальная Жизнь, Что вам Пора За дело Приниматься, А мой Удел Катиться Дальше Вниз. Любимая, Меня Вы не Любили. Не знали Вы, Что в сонмище Людском Я был Как лошадь, Загнанная В мыле, Пришпоренная Резвым Ездоком. Не знали Вы, Что я В сплошном Дыму, В развороченном Буре Быти С того И пьянствую, Что не пойму, Куда несет На срок Событий. Теперь уж Я не тот, И вы Уже Не та. Живете Вы с хорошим Умным Мужем, И не нужна Вам наша Моя та, И сам я Вам Ни капельки Не нужен. Но, Может, Как-то Выйдя на прогулку, С ним Встречу Вас, Вы в зорь Потупе Вниз И тихо Скажете Мне Добрый вечер. И я Отвечу Добрый вечер, Мисс. Встречу Встречу Продолжение следует...